Ну, короче, как я чувствую, скажем так, тебя в себе, да, то есть, ну, как некий резонанс, вот, некое пространство, и как будто бы это, как бы, часть меня, которая, ну, хочется проявить себя в этот мир, но для меня этот мир, он, ну, как брутален, что-то, то есть, он постоянно, ну, как ранит, что-то. И, ну, вот, как быть, ну, чтобы, ну, сохранять вот это измерение себя, ну, какую-то, ну, душу, которая, ну, взаимодействует, ну, как бы на всех, на уровне сильней, то есть, это, как будто, знаешь, как хочется, ну, расшириться, расширить, ну, себя через вот этот момент, через вот ощущение этого резонанса. Пришло сейчас осознание, думаю, почему я тебя слушаю, ну, вот, сама с собой. И почему? Потому что, ну, я помню, что через ощущение вот этого даже виртуального, да, затакта, то есть, я, как бы, ну, расширяюсь, то есть, как бы, как будто, ну, ты не один там, сам себе что-то там. Ну, да, да. А есть еще проявление. На одной волне, да, да, да. И, ну, для меня сейчас, ну, как бы, загадка, то есть, вот, чувство ранимости и уязвенности со стороны мира, ну, по отношению, и вот, как бы, некой открытости, ну, честности проявления себя. Ну, это, это очень важно. И когда я подсел на наркоту под названием «Надо держать сердце открытым», я дофигища чего, ну, металлоконструкции туда полетело неслабо. Ну, вот, то есть, мне пришлось потом вызывать машину, которая металлолом собирается, и выгребать туда отсюда. Поэтому две вещи, я об этом чаще всего вчера говорил, это шкалирование уровня открытости и закрытости в зависимости от контекста. Большинство социальных взаимодействий предполагает нашу роль, в том числе и в семье. Я в роли мамы, я в роли жены, я в роли дочери. Это роли. Если я открытая, необусловленная ничем за пределами ролей душа, не все обладают достаточным людям мастерством, чтобы знать, как с этим быть. Первое, да. И второе, это тоже вот вчера как-то пространство Минска, мне как-то кто-то задал эту тональность. Второе, кодовое слово «демчок». Упразднуешь «демчок». И следующим вопросом, да, в какой роли я сегодня? Вот сейчас я в коробку. Женщина звонит, она занимается, она юрист, и занимается там какими-то разными вопросами, представляя интересы банка по отношению к заявителям, которые к банку имеют претензию. И она вот эту роль постоянно выполняет в судах. А чувствительная, тонкая, ранимая, говорит, я не могу. Я говорю, вот я там на тренингах побыла, на всем, я не могу, эта ситуация меня очень каждый раз ранит. Я понимаю, что в интересах банка мы должны юридически дожимать и запрессовывать людей, которые могут иметь вполне справедливые претензии. Ну, первое, я говорю, это роль, в какой роли я сегодня? Но если этот ролевой костюм тебя ранит, он может ранить не снаружи, а изнутри. Ты вынуждена совершать какие-то плотные действия. Но пока уровень боли еще терпимый, ну, оставайся там. Как уже будет зашкаливать, чего-то, наверное, надо чего-то поменять. Мне интересно, очень нравится, ну, вот я иногда задавал свой вопрос, вот женщины, которые, например, идут работать надзирателями в колонии, где содержатся другие женщины, что их может туда вести? То есть, душа, да? То есть, если я прессую других женщин, например, что меня туда привело? Вот это первый момент. Может быть, я, ну, каким-то образом делаю больнее другим, и тогда мне полегче, как вариант. И другой вариант – великое милосердие. В этом плотном мире привносить, ну, условно говоря, когда человек сидит в тюрьме, там ему конфету принесли, или просто моточек ниток – это уже какое-то колоссальное ценности благословения. Вот в какой роли я сегодня, где, с кем я взаимодействую? Я иногда сканирую, вот какой момент я смотрю, вот я разговариваю с вами сейчас, да? Моё внимание немножко раньше, сейчас уже меньше, к тому, чтобы это не были понты, что я, типа, здесь сижу перед вами, и я несу какую-то фигню, за которую вы будете мной восхищаться. Мне это не нравится, меня с этого не прёт. Я с какой сейчас роли? Я искренний. Я собой. Я говорю с вами. Я вас не знаю, но я рискую быть вполне-вполне открытым. Не на десяточку, но на восьмёрочку точно. Вот. И это только имеет смысл тогда общение, чтобы оно было взаимоперетекающе, взаимополезно. Поэтому резонанс вас, вот как, ну, как людей, по-разному я чувствую, но я нахожусь здесь. Если, например, меня с докладом в Совет Федерации пригласят, это плотная атмосфера, пространство бизнеса, пространство, например, политики, это плотная атмосфера. Во-первых, я подумаю, зачем и что. Во-вторых, мне надо соответствующим образом подобрать ролевой костюм. Конечно, я не буду там играть в их игру. Конечно, с костюмом должен быть соответствующий. Мне придётся за 51 год своей жизни всё-таки галстучек одеть. Я его ни разу в жизни не одевал. Белую рубашечку одеть, костюмчик такой синий красивый купить. Но если я туда иду, у меня внутреннее, как бы-то, соответствие, привнести туда осознанности души. То есть, если у меня будет доклад на 15 минут, я знаю, что я должен хорошо выдержать ролевую позицию, чтобы стать там экспертами своим. И потом, ба-бах, и какую-то фигню такую ляпнуть, что им тёпленько станет. И что их костюмчики чуть-чуть начнут, знаете, как, ну, так трещать, чуть-чуть по петелькам расходиться. То есть, и это называется, почему я говорю, Димчок, это называется игра. Ролевая игра. Входить, импровизировать после того, как ты хорошо выучил роль. Да. И тогда игра интересна тебе самому. Я не играю в играх, в которые мне неинтересны. Вот. И третье, то, что мне хочется сказать тебе, видишь, если я плотность, меня можно ранить. Если я вода, я текучесть. Если я замёрз, я лёд. Лёд можно обломать, отколоть. Накололите мне льда, пожалуйста, принесите там льда где-нибудь из холодильничка. И тогда его можно колоть, долбить. Если я вода, я спокойно. Я просто, даже если я лёд, я говорю, возьми у меня свои ладони. Ты смотришь, я уже стекаю по твоим ладоням вниз, и всё. То есть, мы играем со стихиями, с пространствами, без всякой лишней мифологии. То есть, только на уровне души. Вот. Творчество. Вот. Иногда меня за что-то ругают люди где-то в интернете. И я раньше ранился. Мы издали книжечку одну, там что-то стишки для утренника в воскресной школе ещё. И люди начали писать, критиковать. Тогда ещё очень много было критики в интернете. Меня это так обижало, как будто я сам, ну, написал эту книжку. А мы одной женщиной, которая писала нам сценарий детский. Вот. Сейчас я понимаю, что каждый, который, человек, который критичен ко мне, он какой-то образ у него запечатлелся, что-то такое за дело. Моя такая вот свалка. Игумен, б***ь, в джинсах. Ну, что это за такие дела? Да? И прямо так, о, нет, ну, что-то не такое всё. И у него там что-то вот так вот. Я говорю, поговори со мной. А что, это вы мотикнули, что ли? Да. А зачем? Ну, так вот случилось, извини. Душа из меня выскочила таким парадоксальным способом. Вот. И уже иногда через плотность возникает более глубокий контакт. Через конфликт мы приходим к более глубокому контакту. И я понимаю, что те из людей, которые считают себя, это их реальность, моими учениками, мы или прошли через конфликт, если долгосрочно, или начали с конфликт. Большая душа вмещает и конфликтное взаимодействие, и бесконфликтное. И измену вмещает, и взаимную долгосрочную любовь. И девственников, и наркоманов с проститутками вмещает. Большая душа. Вот. Если я соединен, я понимаю вот эту глубинную вибрацию, я нахожу, ну, взаимодействуя пространство со всеми. Вот. Поэтому иногда я вода, которая стекает просто по ладоням, и аккуратненько, помните, как в фильме «Ночной дозор»? Кто-то там за кем-то гонится, открывают туалетную комнату, а там нету, и он говорит, смылась. Я превратилась в воду и смылась. Иногда я из тех пространств, где хотят со мной, ну, повоевать как-то, ну, я это или превращаю в прекрасную словесную эквилибристику, или смываюсь, или начинаю честные разговоры, если вижу, что волнующий вопрос, он где-то чего-то большего, чем пустой троллинг, Катя, касается. Вот. Я здесь, я с вами. Вот, и все ролевые возможности есть у тебя, чтобы уходить от деструктивной коммуникации, например, троллить в ответ. Чего угодно. Просто играй. Субтитры сделал DimaTorzok.